Все мы знаем, что когда собаки виляют хвостом, они выражают свою радость. Однако итальянские специалисты выяснили, что это не совсем так. Мне интересно, почему у них возникло желание это проверить. Вот, мне кажется, итальянский ученый сидел дома такой, что мне кажется, что моя собака мне лжет. Нужно проверить. Люди хотя бы задаются какими-то вопросами. Очень важно. Это важно, что они думают. Лекарство от рака. Проверить, как собачки виляют хвостом. Правильно или неправильно. Собаки выражают вилянием хвоста неудовлетворенность, говорят они. Все зависит от того, как они... Как чувствовал какой-то подвох, вот, да? Как они это делают, пишут новости Америки. Так. Невролог из университета Триеста и два ветеринара из университета Барин. У которых очень много свободного времени. Да, в ходе своего исследования наблюдали за 30 собаками в течение более чем 25 дней, проводя с животными по 10 тестов в день. Конечно, собаки будут выражать недовольство. Если бы со мной какие-то три мужика проводили по 10 часов в день, я бы тоже был бы не очень доволен. Но, тем не менее, чем закончилось? Так вот, Артем, ученые выяснили, что собаки виляли хвостом в правую сторону, когда были чем-то довольны. А если животных что-то не устраивало, они качали хвост твой влево. Можете себе представить? Вот, правда, вот, уважаемые зрители, как вы жили до этого без этого замечательного исследования? И замечая, влево они виляют или вправо? А вот мне интересно, это вот касается обоих полушарий, как бы, земли, или, возможно, где-то в Австралии совершенно по-другому. Вот, может быть, там наоборот. Зришь в корень. Да. Специалисты связывают это с тем, что левая сторона мозга, регулирующая движение частей тела справа, отвечает за положительные эмоции, а правая сторона мозга, наоборот, отвечает за негативные ощущения. О, так это можно, если человек прям пессимист, можно ему прям половину мозга просто достать и как бы, да? И ничего никто не узнает. Все, он будет такой, хе-хей, позитив, знаете, такой, если у него здесь немножко даже. Сверх позитив такой, знаете. Продолжаем, друзья. Следующая, вторая новость. Международный день битвы подушками. Ага. Да, вот так вот. Международный день битвы подушками прошел 2 апреля, сообщает агентство Синьхуа. Ну, допустим. Только такие новости. Какое название, такое цель агентства? 17 апреля 2005 года студенты университета в Олбани установили мировой рекорд, проведя самый масштабный подушечный бой в истории, в котором приняли участие 3648 человек. И при этом всем присутствовали наблюдатели от книги рекордов Гиннеса. Мне интересно, а были там собаки, которые виляли хвостом, выражая свою удовлетворенность этим процессом? Потому что я, ну, я правда, я очень рад за ребят, потому что битва подушками, это, ну, это за этим будущее, вы понимаете? Так постепенно бой подушками стал международным. Международным. В разных городах мира он проходит в один день. Организаторы мероприятия считают его, внимание, способом снятия стресса. Конечно. Конечно, отпихачить кого-то подушкой, это всегда снятие стресса. Вот, по правилам нельзя бить тех, кто с камерой или без подушки. Нас бы не били. Товарищ оператор, вы в полной безопасности, пока вы с камерой. Да. И кого еще с камерой или? Или без подушки. А, без подушки. То есть бросил подушку, все, и... А лежачих? Я сдаюсь, да. Мне кажется, вот лежачих там можно бить, кстати, потому что, ну, лежачих на подушке можно бить, соответственно. Тёма, смотри, какие полезные новости. Мы поговорили... Про собак. Про собак, про подушки. Сильные независимые женщины уже просто завидуют. В нашей тематике разнообразие. Следующая новость о Николаеве и о велосипедистах. Вы чувствуете собаки, подушки, Николаев, велосипедисты. Это ж вот единая цепочка, фактически. Но это еще не конец. Не конец. Итак, пока в Николаеве мэрия лишь обещает благоустроить велосипедные дорожки и разработать маршруты в городе, в столице появился первый душ для велосипедистов. Сообщает ассоциация... Новость про Николаев-то. Новость про Николаев. В столице разработали душ для велосипедистов. Но это такой звоночек, звоночек Николаеву. В подземном паркинге бизнес-центра Ильинский велосипедисты теперь могут бесплатно принять душ после дороги. В бизнес-центре оборудованы шкафчики для хранения личных вещей и есть две душевые кабины. На улице также расположены две велопарковки. Одна на въезде, другая на выезде. И ключи душевых кабин хранятся у охраны на выезде из паркинга. Казалось бы, какая выгода. Но никто не говорит о том, что в душевых установлены камеры. Да, это такое еще видео, ну не совсем холм, бизнес-видео такое вот с велосипедистами. Так что, что думано, да? Да. Это войдет во вторую часть фильма «50 оттенков серого», я уверен. Да, что у нас дальше к новостям, потому что я сейчас буду об этом говорить очень долго. Ваше здоровье. Все, друзья, заключительная новость. Папа Римский Франциск объявил 24 апреля днем сбора средств во всех европейских католических приходах на оказание гуманитарной поддержки населению Украины, пострадавшему в конфликте на востоке страны. Его слова. Сегодня, в середине юбилейного года милосердия, я обращаю свои мысли ко всем народам, кто жаждет мира и единения. Особенно в Европе, в Украине, где насилие и вражда принесли смерть и страдания. И больше всех в таких ситуациях страдают пожилые люди и дети. Помимо постоянных молитв, хочу оказать им гуманитарную поддержку. С этой целью объявляю воскресенье 24 апреля днем сбора средств во всех католических церквях Европы. Вот такая вот новость, друзья. Такая вот новость. Спасибо Папе Римскому. Спасибо за поддержку. Ну что ж, это были, я так понимаю, все новости на сегодня. Мы выражаем огромную благодарность Гриппелю, который сегодня нас принял. Замечательный кофе. Который еще не попробовала. Замечательная Ксюша. Я великолепен. Всем спасибо. Это были вкусные новости. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.